И снова реконструкция исторического водоема. Я решил периодически приходить и наблюдать, как идет реконструкция объекта. С момента прошлой съемки прошла примерно неделя, но никаких видимых изменений не произошло на самом объекте. Вокруг стройки начали возводить временный забор, перенесли информационную доску в более удобное для местных жителей место. Раньше она пряталась за деревьями и ее не было видно. Буду дальше держать на контроле конструкцию. Очень интересно посмотреть, что они будут делать именно зимой. Как это обычно бывает, зима началась неожиданно. А вот утки на конковских прудах никуда не делись. И наставили они холодные и голодные времена. На любую брошенную корочку слетается вся огромная стая. Уважаемые соседи, покормите уток. Только будьте аккуратнее. На берегу очень скользко. Следите за детьми. Я уже писал в своем блоге о том, как у метро Беляево сносят палатки. Видимо, упреждая команды сверху после выступления нашего нового мэра. Каково же было мое удивление, когда сегодня около метро на том же самом месте я снова обнаружил торговые палатки. Некоторые старые вернулись на свои места и появились новые. Видимо, решили, что основная опасность со стороны мэра миновала. Поживем, увидим. Это сквер по адресу улицы Арцемовича, дом 2. Возможно, вы увидите его в последний раз. Данная территория отдана под застройку. Все деревья срубят. Вместо них появится общежитие, учебный корпус и дом. Указ был подписан еще в Ушковом. Но дальнейший ход ему дал Ресин. На этом на сегодня все. С приветом, Маркони!